МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Причем президенту приходится уже оправдываться в условиях фактически стартовавшей предвыборной кампании. Вчера, например, он говорил, что Белый дом ведет тихие переговоры с израильским правительством. Но вот есть ощущение, что такой ответ общество уже не вполне устраивает. Как меняются отношения? Как эти настроения влияют на политику депутатов и на действия Байдена? Я думаю, что вначале просто нужно делить отношения людей к Натаньягу, в отличие от отношения людей к Израилю, в отличие от отношения людей к евреям. И все это очень разные вещи, учитывая, что американцы вообще не понимают, кто такие евреи. Потому что если вы не одеты и не ведете себя как еврей, то вы вообще кто? Потому что с точки зрения американца я русский. Потому что я родился в Москве. Поэтому это очень такая непростая тема. Но давайте посмотрим, что буквально вчера произошло. То, что вы процитировали президента, это замечательно. Потому что, значит, он выступал в церкви, в Черной церкви, в Южной Каролине. И прервали его протестующие, которые сказали, значит, «Сисфайру прекращение огня, прекращение огня». На них все посмотрели как-то так. Да что же вы здесь? Ну что вы сюда-то притащили? К нам президент приехал. А вы, значит, устраивайте здесь такое на себя одеяло тянете. И они вышли, но президент сказал, спокойно, не надо. Поскольку президент, он как бы анти-Трамп, то он, значит, сказал, спокойно, мы подождем. Потому что Трамп всегда говорит, ну давайте им еще там ставим. Так что, значит, эти люди спокойно вышли. И когда они выходили, толпа начала скандировать еще четыре года. Four more years. То есть, как бы они протестовали ceasefire, вот эти заявления, еще четыре года. И это мне говорит о том, что нас ждет политически. Потому что, когда появляются маргинальные движения, которые пытаются нас разъединить, то вот эта радикализация и отталкивание, все это приведет к тому, что те, кто против, как бы еще больше вокруг Байдена сплотятся, потому что они видят в этом постоянство. Они в этом видят продолжение какой-то логичного государства, которое не просто пытается сейчас, знаете, ну хорошо. Это значит, что произошло и четыре года, и когда эти люди вышли, Байден сказал, как вы правильно сказали, но тем не менее, я пытаюсь сделать все возможное, чтобы потери мирного населения в Газе уменьшились. И после этого толпа ему еще раз проаплодировала. Потому что тоже они хотят, чтобы это закончилось, но всему есть свое место. И они понимают, и они уважают президента. А в это время что говорит Трамп? Трамп говорит про 6 января, когда у нас был мятеж, и мятежников он называет заложниками. И после этого он заявляет, что Джо должен выпустить заложников. Ты же можешь это сделать, Джо, говорит Трамп, таким угрожающим голосом Байдена. То есть все те люди, которые сели, теперь для них есть слово. А то, что этим словом используют, как бы это одно и то же слово для того, что для катастрофы, которая произошла в Израиле, и то, что произошло с мятежниками в Соединенных Штатах, тут совести у Трампа, конечно, ему это не мешает, потому что слово такое хорошее, вот оно за него и схватился. Так что вот такая разная реакция на то, что происходит в Израиле от республиканцев и от демократов. И когда вы говорите про 33% поддержки Натаньягу, почему-то это совпадает с уровнем поддержки Трампа. Так что тут как бы есть достаточно определенное постоянство. Посмотрим. В принципе, не важно, что думают американцы по поводу Натаньягу, важно, что израильтяне думают по этому поводу. Но то, что мы здесь можем сказать, что очень многие израильтяне тоже недовольны Натаньягу, я думаю, это правда. Юрий, ну вот тем временем госсекретарь Блинкин завершает свой тур по Ближнему Востоку. И мы понимаем, что внешние вопросы, конечно, занимают американцев гораздо меньше внутренних. И тем не менее, что пишет вообще о задачах госсекретаря Американская пресса? И что может случиться с рейтингами Байдена и с популярностью администрации, если все-таки война в Газе перерастет в масштабы и превратиться в региональный конфликт с участием Ливана, может быть, и Ирана даже? Если на это смотреть с сугубо политической точки зрения, то, конечно, это не то, что хочет администрация Байдена, чтобы перед выборами демократическая коалиция была таким образом разрознена. Мы знаем, что демократическая коалиция состоит из высокообразованных, она состоит из меньшинств. И это люди, у которых разные взгляды, и они хотят, чтобы военные действия закончились. Если этого не произойдет перед выборами, это может навредить коалиции. Но, с другой стороны, у Израиля есть право защитить себя, и у Израиля есть право обезопасить себя и своих граждан. И вот на такой ситуации мы видим, что политически это все мутно, но неприятно. С другой стороны, слава богу, есть Дональд Трамп, который всегда может совершить чудо, объединив арабов и евреев, левых и правых, кого угодно, кроме фашистов и расистов, и русскоязычных, и таким образом помочь Америке пережить эти следующие выборы. Потому что есть страх, конечно, что, скажем, черный избиратель скажет, вы знаете, мне не нравится, что происходит в Израиле и в Газе, мне кажется, что это несправедливо, вот тут страдающие, я не знаю точно, что происходит, но голосовать за Байдена я, может, не буду теперь. Это было бы очень опасно. Но появится президент бывший Обама, который напомнит всем черным избирателям, как важно проголосовать за Байдена, иначе у нас будет фашизм Трампа. И опять внешняя повестка уходит на вторую, как бы, на вторую места, потому что был недавно опрос, где говорил, что, значит, вместо двух процентов, или, простите, двадцати процентов получается, потому что два из десяти, вместо двух из десяти американцев, которым очень важна внешняя политика, теперь это, возможно, четыре из десяти. Но это еще и связано с тем, что чем успешнее политика Байдена на внутренней арене, чем лучше наша экономика, тем больше приходится его оппоненту смотреть, не искать, ну, хоть что-то, за что можно зацепиться, и попытаться объяснить избирателям, что Байден все провалил, и нужно срочно менять президента. Но я сомневаюсь, что что бы происходило в Израиле и в Газе, что американцы решат, что по этому поводу нам нужен другой президент. — Кстати говоря, вот вы уже упомянули Трампа, а что по поводу происходящего, как раз говорят лидеры республиканской партии, конечно, сам парадоксально действующий и мыслящий Трамп, имеющий все шансы стать следующим хозяином Белого дома? — Вы знаете, что-то я от Трампа ничего про Израиль не слышу. Он тут, правда, выступил, что он, ну, за рабство, потому что он говорил, что не нужна нам гражданская война была. Ну, можно было договориться. Так что, возможно, в этом есть какие-то, так сказать, показатели, что он всегда готов договориться, что это не тот человек, который готов на решительные действия. Ну, это... С Трампом никогда не понятно, что он, как бы, с кем он последним поговорил перед тем, на что он выступил и что ему эти люди рассказали. Но, в принципе, Трампа не интересует политика вообще. Его интересуют собственные уголовные дела. Он сейчас, у него надвигаются кокосы в Айове, первые кокосы. Так что он делает? Он к нам сюда не едет. У нас здесь снежный шторм, будет обледенение. У нас в Висконте, мы близко к Айове. Он к нам не хочет. Вместо этого он сидит в зале суда, где ему не нужно присутствовать, просто потому что он хочет, чтобы все камеры на него смотрели, на его любимого. Поэтому он занимается стягиванием внимания. Политики у Трампа, к сожалению, нет никакой. И мы в основном обсуждаем, насколько его фашистские заявления нужно воспринимать серьезно и буквально. Или он, возможно, просто, я не знаю, что уже даже не хватает причин. Он просто открытым текстом афиширует, что он будет следующим фашистским лидером. Поэтому это очень опасная ситуация. Но, с другой стороны, он отпугивает избирателей в пригородах, которые он отпугнул в прошлом. Он никого нового к себе не привлекает. Поэтому ситуация однозначная. Он сейчас выиграет свои праймарис, и после этого должен проиграть общие выборы. Но проблема в том, что он призывает к насилию. Уже хотел двух конгрессменов, говорят, хотели уничтожить. То есть какие-то террористические действия в Соединенных Штатах готовятся. И поэтому я надеюсь, что люди будут больше все четко понимать, насколько те, кто во всем мире пытаются разрушить наш мир, работают вместе, даже если они не разговаривают. Но все равно, когда республиканцы поддерживают задержку помощи и Израилю, и Украине, они работают и на Хамас, и на Путина. И если республиканцы могли хотя бы в этом себе признаться, то уже было бы хорошо. Знаете, либо снимите крестик, либо найдите трусы. Но вот такая партия. И Трамп сейчас означает, что они будут просто говорить о том, что у него происходит в суде. Юрий, большое спасибо за ваш интереснейший рассказ. На прямой связи с нашей студией был Юрий Рашкин, автор собственного телеграм-канала «Рашкин Репорт» и депутат окружного собрания округа Рок, штат Висконсин из США. Спасибо. Спасибо вам.